20 декабря стали известны результаты третьего этапа федерального конкурса среди организаций, которые осуществляют кинопоказ и претендуют на государственную субсидию для открытия цифровых кинозалов. По его итогам победителями стали шесть районов Ульяновской области. Если говорить о том, на каком месте мы располагаемся в Приволжском федеральном округе, то мы на первом месте по количеству обеспеченности наших сельских районов цифровым кинопоказом. Если говорить о Российской Федерации в целом, то мы на третьем месте. Я считаю, что это супер успех, это достижение нашей культуры в год российского кино. И просто неимоверно счастлива от того, что есть теперь. Вы только представьте, что у нас 16 побед. То есть 16 наших сельских районов получили доступ к суперсовременному цифровому кинопоказу. Таким образом, в 2017 году новые кинозалы откроются на базе Вишкаемского, Радищевского, Маинского, Старомаинского и Ундоровского домов культуры. Также современный кинозал заработает в здании бывшего комбината бытового обслуживания в Теренге. В этом районном центре получателем субсидии стал субъект малого предпринимательства, общество с ограниченной ответственностью, инновация. Это очень знаменательно, поскольку 2017 год в России объявлен годом предпринимательства. Вообще бизнесом я занимаюсь с 92 года, и мне как бы хотелось открыть такой бизнес, который имел бы мало конкурентов. А идея открытия кинотеатра в рабочем поселке Теренга, она именно такая. То есть практически конкурентов там не может быть. Но кроме всего этого, кроме желания заработать деньги, мне бы еще как коренному жителю Теренги, который родился и вырос там, хотелось бы, чтобы у нас как-то улучшились условия показа, улучшились условия предоставления населению культурных каких-то мероприятий. По итогам трех этапов конкурса Федерального фонда кино одобрено 16 заявок региона. В результате в год российского кино Ульяновская область заняла первое место в ПФО по темпам открытия цифровых кинозалов в сельской местности. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.